Андрей Алексеевич, подведите итоги контрольных матчей с Минском и Суальцевым. Контрольные матчи сегодня мы, конечно, играли под нагрузкой. В экспериментальном составе все шесть из людей, которые находятся на сборе, все были задействованы, играли в три пятерки. Были сложные ситуации, но парни с честью из них уходили. И что-то либо говорить о чем-либо, пока рано ладно. И то, что сегодня выиграли, было от силы. Сражались тяжело было. Второй период, конечно, провалили, а в третьем играли здорово. А то, что в три пятерки играли, это еще дополнительный способ как-то нагрузить физически? Да. Сегодня была запланирована по плану нагрузка очень хорошая. Вот в три пятерки они, в общем-то, справились пары. Итоги микроцикла в Минске может подвести? Какие были цели и задачи именно на этот сбор? Больше, больше, больше физическая подготовка. Пока на тактике практически не работали. Все с листа, все на ходу, вспоминали какие-то вещи. Многие вещи забылись. Но над этим сейчас поработаем и дома, и на контрольных матчах в Нижнем городе, и в Москве. Какие-то изменения вносили в подготовку этого сбора в связи с тем, что матчей будет больше в регулярном чемпионате? Да. Мы плотность, плотность тренировок усилили. Практически оба занятия на льду были по группам, по три пятерки. Плотность была высокая и больше внимания уделяли каким-то деталям. В этом году немножко изменили формат подготовки. Посмотрим, как будет. Надеемся, что сработает. Это еще у нас вопрос от болельщиков. Много возрастных игроков ушло из-за команды. Кто, на ваш взгляд, будет тем самым игроком раздевалки в будущем сезоне? Главный игрок раздевалки остался. Наш капитан. Ребята, кто были здесь, более-менее опытные, они все здесь. Я не вижу особых проблем, что у нас случится. Тем более и Мерфи приедет. Надеюсь, что Бет в этом плане поможет. Телор или Чайконский, или Довченко. Особо в этом плане, в этом сезоне не ищем какие-то другие варианты.